Добрый день, дорогие зрители канала Ваша Дача! С вами Татьяна Башмакова. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вам расскажу об уходе за питоньями после высадки. Особенно часто задают вопрос, как же ухаживать за большой клумбой. Ну, во-первых, в основном я высаживаю клумбы небольшого размера. Главный уход, который мы должны произвести, должны производить течение сезона за нашими питоньями, это, конечно, полив, подкормки и обрыв цветов. Еще на ранней стадии, когда наши цветочки не замкнулись, необходимо производить или рыхление, или замульчировать грунт. Это такие основные моменты. В основном свои клумбы высаживаю небольшого размера. Но есть у меня ежегодно одна большая клумба. Я расскажу, как именно за ней ухаживают. А сейчас покажу, какие остальные, чтобы вы видели. Напомню вам, какие цветники я высадила в этом сезоне, чтобы потом вместе с вами наблюдать. Вот этот цветничок рассчитан на то, чтобы можно было с каждой стороны дотянуться рукой. И, в принципе, этот цветник можно даже поливать без капельного полива, при помощи поливалки. И отщипывать цветочки именно на расстояние руки. Но пока петунии не замкнулись, иногда я кладу красивые камни или кирпичики в середину клумбочки, чтобы потом становиться, даже когда она зарастает. Но в последнее время я это перестала делать. Я вам показывала первые годы. Я просто захожу, если мне где-то неудобно, пока они не замкнутся, просто захожу на клумбочку. Ничего страшного не произойдет, если вы где-то ступите случайно ногой. Но тут она мне просто расширяется, а так стараюсь на расстояние вытянутой руки, чтобы можно было обрывать цветочки. Я думаю, такой полив показывать не надо. Я вот просто расскажу, куда я лью воду. Воду я лью между растениями. Обязательно между. Точно так же и подкормка. Подкормки должно быть немного. Если вы вот развели подкормку по инструкции, то вот примерно надо вот так вот слегка, слегка везде вот так вот полить. Не надо очень много заливать. Этого вполне достаточно, чтобы ваши петуни хорошо цвели. Именно вокруг цветочков вот так вот слегка. Полив должен быть обильным. Поливать петуни часто нельзя. Поливаем их, ну если жарко, то раз в три дня надо поливать в открытом грунте. И поливать нужно обильный. Вот тоже следующий мой цветник. Тоже на расстояние вытянутой руки. С той стороны цветы будут посредине. Но будут дорожки. Между аквилегией и колюсами будет дорожка. Тоже прекрасно. Я дотягиваю с одной и с другой стороны. И точно так же поливаю. Сейчас я после полива рыхлю. Это конечно хлопотно, просто пока нечем замульчировать. Трава подсыхает, потом я замульчирую. Если у вас есть чем мульчировать, мульчируйте сразу. Сразу меньше будет хлопот, меньше полива. В большой клумбе подход в принципе такой же. Мы можем положить камушки, отдельные кирпичики в разных местах. И спокойненько потом по них ходить, даже когда цветы сомкнутся. Но это с виду она такая огромная. Если я вот становлюсь здесь после своих газаний, я фактически достаю до середины. И поэтому пока цветы не сомкнулись, я ступаю на клумбу, чтобы оборвать отсъедшие цветочки. Потом, когда они сомкнутся, эти места тоже остаются. Если вам прям так будет хотеться там оборвать. Но обычно тогда мы уже не сильно обрываем. Точно так же и подкормки. Но большую клумбу все-таки удобнее. Если у вас есть возможность поливать капельным поливом. В прошлом году я показывала семицветик. Мы положили капельку по кругу. Для круглой клумбы лучше подойдет капелька многолетняя. Она койдется по кругу, не заламывается. В прошлом году я показывала, как ее разложить. Тогда вообще красота. Именно подкормку сделать легко. Не нужно вот даже вот такой огромный размер подкормку. Вот так, как я вам показывала до этого. Легко сделать на такой клумбе. Причем, как я ее делаю? И подкормку, и полив. Я, когда растения уже большие, я вот беру хоть поливалочки, хоть вот обычно с вот этой длинной шланги, чтобы не кланяться, не уставать. Я заливаю некоторые места, так как заливать надо сильно. Вот, допустим, вся клумба уже заросшая, цветы сомкнулись. Я опускаю воду и в одно место, чтобы не заливать все петунии, чтобы у них не было мучнистой росы. Вот одно место долго льется вода. Вот какое-то время льется в одно место. Дальше вот я переношу ее в другое место. Ну, там же ж, когда все сомкнуто, это надо показывать. И получается, в общем, вся клумба заливается. И когда наши петунии уже большие, им хватает и раз в неделю полива. Так как земли не видно, испарений нет, и частый полив просто не нужен. И вот так вот в разные точки. Я не вижу какой-то сложности в уходе за таким цветником такого размера. Разница между цветником маленького размера. Заливаем все. Обычно, конечно, лучше поливать петунии вечером. Вечером, чтобы не было никаких испарений. Ничего страшного не произойдет, если вы польете петунии и в дневное время, если у вас нет другой возможности, конечно, когда хорошо впитается вода, когда уже будет возможность земле рассыпаться, лучше или зарыхлить, или замульчировать, как я раньше говорила, сразу замульчировать, тогда вообще будет меньше хлопот. В принципе, уход за петуниями очень простой. Полили подкормочки. Цветочки мы обрываем. Не надо спешить прям обрывать их сразу. Если у вас есть возможность, можете обрывать хоть каждый день по одному цветочку. А так, в принципе, я раньше обрывала ежедневно. Сейчас обрываю иногда раз в неделю, иногда раз в пять дней, как получается. Конечно, вот сейчас долго не обрывала, немножечко уже есть неопрятное, но они меня радуют, что они так быстро нарастают, отцветают, все очень красиво. Я удобряю свои петунии сейчас раз в две недели. Я пробовала раз в неделю, потом реже раз в десять дней. И вот чисто из практического опыта, если удобрять петунию раз в две недели, она прекрасно растет, прекрасно разрастается. Так и экономии для удобрений. В этом году пробую еще минеральными удобрениями удобрять, чтобы заложить и уже просто поливать. Каждый раз не разводить удобрения, в этой химии не возиться. Все результаты потом я вам покажу и расскажу. Как будто бы все рассказала об уходе за петуниями. Он абсолютно несложный, это доступно каждому. Так что украшайте себя красотой. А я буду вам показывать, как будут развиваться мои цветочки на сегодня. Все. Кому видео понравилось, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok